...победителем года, как ни странно, президента Украины, который вступил в следующий год, так сказать, с минимальными потерями и сумел сдержать ситуацию под контролем. Например, не развалите коалицию, это все-таки ключевое было ядро коалиции, это все-таки президент, повысить свой рейтинг по отношению к премьеру, не совершить принципиальных ошибок и сделать заделы на будущее. Например, именно пропрезидентские силы инициировали, скажем, борьбу с олигархами, развили тему коррупции и все такое прочее. Поэтому назвал бы его из наибольших проигравших, как ни странно, попробую назвать премьера. И дело даже не в том, что рейтинг его падает и его политической силы не по дням, а по часам, а в том, что премьер не может предъявить ни обществу, ни политике, ни, наверное, себе, ни одного реального успеха в тех сферах, которые он анонсировал и взял на себя ответственность. Мы не видим ни одного реального успеха в хоть какой-то сфере реформ, которая бы ассоциировалась с премьером. Мы видим, что премьерская, скажем, составляющая коалиции несколько маргинализируется и премьер входит в следующий год с рисками развала коалиции, с развала своего кабинета. Скорее всего, он останется в кресле премьера, но это будет еще более слабый премьер, чем он является сейчас. Продолжение следует...